Доброе утречко, мои хорошие! Вот знаете, чем... Вот мне нравятся эти костюмы, все хорошо, но это только до первой, я не знаю, капли, понимаете? Вот я почистила зубки, и вот все, уже в стирку надо бросать. А так-то костюмчики очень красивые, классные, но вот они, я не знаю, а костюмы однодневки, мне кажется. Ну, во всяком случае, ты с котами, с детьми, с собаками живешь, там готовишь, убираешь, чистишь зубы. Так, что сегодня у нас за планы? Мама приготовила, мама тут пилит ногти, она приготовила вкусный-вкусный соус рагу, да, с мясом, кабачки, тут все дела. Да, сейчас мы кушаем, Даня капризулю устраивает. Сегодня он это вообще исполняет у меня с утра. Это не буду, это не хочу, только сладости хочу с утра, да, а кашу не хочу. Вот, сейчас мы, короче, кушаем и планируем поехать в горизонт, в Хофф. В магазин Хофф. И посмотреть там еще занавески, диван посмотреть, маме телефон хотим посмотреть. Ну, и вроде бы все. Мила нападает на маму. Нападает на маму. Девочки, у меня опять разряженная батарейка, я ее забыла поставить на зарядку, вообще с машины брошу, но не знаю. Как я так могла вообще не заряжать камеру свою? Ну, вроде она показывает, чуть-чуть зарядилась, тут одно деление появилось. Ладно, все, мы приехали, на самом деле, мама тут все выключает. Это. Все, в общем, если что, покажу вам что-нибудь, что-нибудь, вижу прикольное. А вы так-то тачку не видели, да, вот, на которой я теперь езжу? Ну, вы видите, вы можете посмотреть. Короче, вот на такой тачке я сейчас езжу, мамина. Она хорошая, компактная. А чей-то ребенок тут? Чей ребенок? Мы здесь снимаем? Такой, я не понял. В чем дело? Растегивайся. Места тут, кстати, много, классно сзади. Бери за ручку, мама, я сейчас вот впереди еще покажу. Вот так вот она выглядит, смотрите. Вот такая вот она. Ну, достаточно комфортная, классненькая. Ну, вот это я бы поменяла, конечно бы. Может, даже темненькие какие-нибудь бы взяли. Посмотрим. Надо будет в автомобильный магазин зайти. Что-то грязненькое у нас тут надо прибрать. Короче, вот такая малышка. Выбирали мы, кстати, ее. Помогал муж, когда мы маме ее брали. Она, ну, как бы, мы прям взяли вообще шикарную машину, цена-качество. Вот. И до сих пор она верой и правдой служит. Вот что значит разбираться в тачках. При покупке. Японцы это вообще, это best the best машина. Так. Пять лет она уже у мамы, да. И она на нее нарадоваться все не может. Все, мои хорошие. Пойдемте первым делом в магазин. А мама купила всем подарки. А Деньке купила часики. Да, День? Сейчас оденем часики. Все. Ты настроила там время? Да, он все равно будет тыкать все эти кнопочки, поэтому нет смысла настраивать. Да. Тут же безоцветки. Ой, как красиво. Какие у тебя часы свои, которые мама уже забирать не будет, да? Да. Не Дэниел Веллингсон, конечно. Но, извините меня. Класс. Девочки, смотрите, зашла в эко. Вот ищу себе типа таких сандалий что-то. Вот здесь мне нравятся они. И по фасону, и потому что они... Многие нормальные вообще. Они везде регулируются, короче. Везде. Вот здесь, 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 здесь. И очень мягкие. Короче, вот эти мне нравятся. Стоят они... 6500 где-то. Со скидкой, да. Я еще чуть-чуть что-то погрубее, но если не найду, то, по-моему, вообще вот это просто огонь будет. Класс. Ну что, взяла маму сегодня с собой по магазинам. И получился у нее сегодня день подарков. Кучу всего накупили ей то, что она давно ждала. И спонтанные подарки. А что я ей подарила, вы увидите у нее во влоге. Да-да. Ссылочка будет под видео. Заходите на канал мамы и посмотрите. И все узнаете. Сели в машину, солнце фигачит. Мы сейчас покушаем. Взяли круассанчики, вот выходя из горизонта. Мы взяли все свеченое с сыром. Деньки, вон круассанчик огромный. Вкусно, кисть? Да. Кушай. Вот, и маме он там лежит. Сейчас покушаем и будем мчать. Скорее осаго делать. Вроде там сегодня все работает. Надо успеть еще до 7. Крошечки мои. А мы вот встретились с вашей любимой Танюшкой. Танюшка такая. Танюшка моя хорошая. И я вас тоже очень всех люблю. Надеюсь, скорым временем вы меня узнаете получше. И мы будем дружить. Да, мы сели, короче, на набежной. Ой, я съела уже картошку, она мне прям... Я, кстати, это, деревенскую обычно не беру, но у меня очень любит брат деревенскую. Когда он ее берет, всегда я у него ее хрункаю. А свою не ем. И думаю, дай я возьму деревенскую. Короче, вот у нас здесь Макфлури. Там у меня Роял Делюкс деревенская. Барбекю. Ты в прошлый раз барбекю уже брала, да? Ну, так же много. Да, барбекю, сырный соус. Татьяна любит Big Tasty. Кстати, вот смотрите, мы... Вот вы все время говорите, повторяешь там, повторяешь за подругой и так далее. Помните было дело, да? Вы всегда говорили за Люси. Вот теперь я за Таней тоже буду повторять. Вот она купила штаны какие-то классные. Я говорю, где купила? Она говорит, там-то, там-то. Я пойду их завтра и куплю. Короче, я повторяю за всеми подругами. Я повторю Хамуха. Покруг вас тут. Мусор. Ну да ладно. Мы возле мусорки считаем. У нас романтика какая-то. Ну что, мои хорошие, время... А сколько время у нас? Как всегда, блин. Ой. Как всегда, блин. Без 20 час. Мой любимый уже такой. Так быстро домой. Нервничаешься, где-то там гуляю ночами. Но мы с Татьяной, вот. Кто за рулем? Кто возит вселеночку? Пока она без машины. Что поделать. Да, вот, смотрите. Сегодня я, завтра ты. Все красиво горит огонечками. Проезжаем театральную. Милиция стоит там. Пасет. Тех, кто не умеет ездить за рулем. Ты умеешь ездить? Хорошо? У тебя большой, кстати, стаж? Сколько ты уже за рулем? Ну, права уже 12 или 13 лет. 8 лет вошел, по-моему. Тебе даже права больше, чем у меня. Да? Я сразу села за руль. У меня 11 лет у меня где-то. Уже стаж. Ну, я как получала, сразу села. У меня уже машина полгода под окном стояла, ждала меня. Вот наш ночной город Ростов. Поели Макдональдса, погуляли, поболтали, потанцевали. Даже еще Татьяна ходит на Кизомбо. Кизомбо или Кизомба? Кизомба. Да. И учила меня сегодня несколько па. А я вспоминала сегодня сальсу. Короче, вот так мы сегодня проводили вечер. И вот теперь едем по домам. Спокойной ночи вам, крошки. Мама сейчас с новым телефоном там, кстати, разбирается. А я наверняка думаю, она не спит сейчас и скажет мне, пожалуйста, зайчик, помоги мне. Вот это надо, вот это, вот это. А мне еще влог вам монтировать. Так что не знаю. Надо разорваться будет. Ну, время еще нормальное. Еще час-полтора у меня есть для решения всех своих дел. Поэтому с вами прощаюсь на сегодня. Целую вас. Ты прощаешься? Да. Всем хорошего вечера. И спокойной ночи тем, кто уже спать. Пока-пока. Пока-пока. Всем привет, мои хорошие. День следующий. Мы снова собираемся попытать счастье Сосаго. Мама уже тоже и устала, и я устала, и хочется ей отдыхнуть от нас, а нам от нее. Нам друг от друга надо отдыхать периодически, потому что и Денька, и мы такие. В общем, нужен покой и отдых. Но Сосаго, как бы мне машина нужна, я без машины вообще не представляю. Вообще не представляю, как жить без машины. И, соответственно, куда-то ехать. И у нас все дела занимают вот это вот поездки, понимаете, вот эти все непонятные. Сейчас с собой кофе возьму. И мы поедем сейчас. Первым делом Сосаго, потом я же хочу по магазинам походить. Я же по магазинам не могу, понимаете, походить. А без машины. А как без машины? Это все пакеты на такси потом, вообще не кайф. Ну, короче. Еще и с ребенком. Поэтому, я не знаю, короче, сейчас будем решать по дороге. Берем вас с собой. Так, ну что, мы сели в машинку. Смотрите, Денька сразу. Одевай очки. Уже снял. У него очки, оказывается, смотрите, прям под цвет его новых часов. Все? Да. Поехали? Да. Обычно. Ну что, поехали, говорит он. Мамачоли с новым телефоном разбирается. Ну да, я же перей сейчас переворачиваю. Посмотрите, как у нее заиграют новыми красками видео. Еще стабилизатор заряжается дома там, так что она будет сниматься стабилизатором. Еще попробуют все, насколько это удобно, комфортно, насколько классная картинка. Так что подписывайтесь на ее канал под видео. Я оставлю ссылку на ее. И смотрите за, ну не только то, что там покупочки новые. Вот, смотри, теперь тебе не будет моя рука мешать. Глянь. Ну и за преображениями на ее канале. Вот, смотри, глянь, как хорошо дорогу видно. Машину не видно, не дворников. Да. И твоему зеркалу моя рука не будет мешать. Красота. Крошки мои. Я в гостях у Татьяны. Жду, пока она приведет себя в порядок. И мы поедем в торговый центр «Горизонт» вместе. Вот. Вот она там красится такая, намарафичивается. А я вот, ну я накрашенная, как бы, ресницы просто никак вкрасить. Не знаю. Пусть к критике. А, Татьяна говорит, что она готовится к критике. Ну, то есть, чтобы критики поменьше было, она красится. Марафит наводит. Короче, штаны мне так понравились, вообще круто был. И мы за ними, например, вообще едем. И еще вчера я была с мамой. Там напротив магазинчик был. И там тоже я штаны увидела прикольные. Очень хочу эти штаны. Очень мне понравились вот эти, вот эта обувь в эко, которую я вам показывала. И единственное, я хотела немного побольше платформы, такие немного массивные, вот. И, ну, у меня не было возможности еще походить и поискать, где могут такие продавать. И насколько там будет разница в цене и так далее. Я же сейчас вся на ремонте, поэтому не могу сильно там тратиться, да. Но, с другой стороны, лучше взять что-то одно хорошенькое, порадовать себя, да, чем кучу непонятной мелочевки, которая будет потом валяться. Это я уже поняла. И, кстати, вообще в фурле была сумка, которую я хочу себе купить. И я периодически туда заходила и присматривала ее, как бы, что она на месте, чтобы не забыть ее форму, там, все дела. И лишний раз убеждалась, что да, да, я хочу именно ее. Вот эта пандемия прошла, представляете. У них там менялся ассортимент, что-то там, короче, менялось. А я знаю даже, где эта сумка стояла. И я каждый раз заходила, говорю, ой, покажите мне вот это, вот эта сумочка такого-то размера. Короче, она мне показывает, я говорю, да, это не то. Показывает другое, говорю, да, нет, это не то, это какая-то маленькая, это какая-то форма не та. И я говорю, у вас ничего не менялось? Она говорит, да, менялось уже не один раз. Я говорю, блин, а как же мне понять? Начали ориентироваться по цене. По цене то вообще какая-то маленькая сумочка. Она стоила 24 с чем-то, 24 500. Но она какая-то маленькая 24 500. Короче, я не помню, что за сумка я хотела, и в итоге я ее потеряла из виду. Может, это, конечно, к лучшему. На сумочку я, конечно, хотела бы себе, ну, там уже чуть-чуть подальше, сейчас вот чуть-чуть в квартире легче дышать будет, да. Уже останутся мелочи. Кухня и вот эта вот гардеробная, это самое такое. Вот, останутся мелочи, то, что можно будет уже делать там с зарплаты, то-се, и еще даже с зарплаты выделять себе какие-то радости, мелочи о жизни. Те же самые сумочки, может, даже поездки какие-то куда-то. Все, ты готова? Квартира твоя можно чуть-чуть снимать, да, вот так вот? Да, привет. Очень привет, смотрите, какая красотка. Да, сейчас губы нарисую, будет вообще вот так вот. Они у тебя еще не нарисованы, как будто нарисованы уже? Нет. Ты такая красивая, естественная, красоты. Смотрите, у Татьяны дома, какой дворик красивый, такая штучка, люблю качаться здесь. И вот такой сад. Ты сама ухаживаешь за своими растениями или мама? Класс. А ты знаешь... Ну, у меня такой садовник и... Садовник иногда работает, да? Да. Класс. Слушай, а скажи это, а ты знаешь все названия растений, самые твои любимые такие? Мой любимый, но вот это вот непосредственно мой, это мой Бенджамин. Бенджамин, да. Вот этот? Да, Бенджамин. Красивый. Такой весь ухоженный, цветочки, какие-то листики. Ну, да, на самом деле моя мама ухаживает за ними и... Вот и вся правда открылась. Вот это, по-моему, не любит никто цветок. Теший язык? Да. В смысле не любит... А чё он такой уставший или он так... Уставший? Ну, это, видно, солнце попадает на него, лучи вот такие вот. Это дикая роза. Это Друцена. Это Диффенбахин. Молодец вообще-то. Да. А я вот вот сейчас еще. Петунью я сажала наверху. Вот это вот. Петунью я... О, боже, господи, боже. Все-таки наступила, да? Блин, дед. На жерневку. Да. Смотри, как красиво на вас. Сегодня сын принес вот это вот перо. Я не знаю, где остальные запчасти от него. Так, ну чё, Татьяна примеряет халатик тут. На пляж, на пляж ходить. А я вот, смотрите, какую шляпу себе выбрала. Думаю, брать, не брать. С полями такая. Честно говоря, я всегда, сколько я брала шляпы, я их потом не носила. Они лежали, пылились. И мне еще их очень тяжело хранить. Может, когда-нибудь я, конечно, возьму для фотосессии. Красота, красота. Короче, нашла штаны. Вот такие вот они. Они 34 размера. Сейчас пойду померю, но больше нет. Две штуки 34 размера в горизонте остались. Пойду, короче, тут все валяется. Распродажа. Не успевают убирать. Смотрите. Девочки вышли. Две девочки вышли, посмотри. Такие, ой, мы тут немножко померили. Татьяна нашла новую шляпку, тренд. Смотрите, сейчас померю, покажу. Вот, смотрите, говорит, что новый тренд. Я ее не слышала, я не видела о таком. Расскажите, пожалуйста, чтобы не улетела. Чтобы не улетела? Или вот чисто, может, загар, чтобы? Или просто линии как-то новые? Я не пойму, но я бы в такое не пошла. Может, она просто порвалась вот здесь? А ты видела там еще какие-то? Были такие же целые? Или они все такие? Не успела. Я за тобой побежала, схватила первые попавшиеся. Ну, в общем, непонятка. Ладно, сейчас вы решаете. Я думаю, если ты, как известный блогер, начнешь носить, то дальше все пойдут вот так же. Можно вот так еще. Тоже, да, интересно. Ну, а что? Может, все-таки порвалась? Слушай, ну здесь нет ни швов, ничего такого. Она реально такая, Тань. Ты вот, знаешь, смеешься-смеешься, а на самом деле? Или вот, смотри. Да тут вариантов много. Понимаем? Да. Она так много. Нет-нет, она рвется, вот. Нитки. Офигеть. Ну, можно отрезать, в конце концов. А, она вообще, она вот так по кругу идет. Ну, понятно все просто. Ладно, пусть лежит. Это не мы вообще. Ладно, все, я мерю. Надеюсь, мне подойдет. Давай, я хочу посмотреть. Вот такие прикольные мне понравились. Вот что-то такое грубенькое я хочу, да. Только вот эти блестяшки, конечно, мне не нравятся. Сейчас примери на ножки. По 500 рублей, что ли? Сейчас посмотрим. Это, конечно, 39 размер. Но так оно, конечно, сидит очень грубо. Вот хочется что-то поутонченнее, но сам факт подошвы такой интересный. Ну, эти прям большие, они болтаются. Она тут от 500 рублей. Они, наверное, не стоят 500 рублей. Это от 500. Представляете, только я отвернулась, Таня уже замутила здесь аферу. Почему аферу? Я, между прочим, сделала очень благородную. Не, не, классно, молодец. Покажи сережки свои. Короче, встала и девочки вдвоем, и она стоит, и девочка еще смотрит. Смотрит, сомневается на сережке, стоит и смотрит. Я говорю, вы это купить хотите? Она говорит, ну да, говорит, но только мне, говорит, большие не нужны. Там три варианта. Большие вот такие. Вот такой вот раскладки. Большие, поменьше, еще поменьше. А я говорю, а мне как раз большие нужны. Она говорит, ну, я говорю, давайте на пополам купим. Она говорит, а как на пополам? Ну, говорю, на три разделим, говорю, сумму общую. И... Одну третью ты заплатил. Я заплачу. Они 600 рублей стоят, да? Да, 600 рублей. И она говорит, да, давайте, отлично. Все счастливы. В сенсей зашли, смотрите, какие тут ободочки. Просто поролон и обшито. А вот взяла себе кучу вещей. Пойду мерить сейчас. Видели, какая штучка? Смотрите. Пойду Тане покажу. Смотри, какая. Как она красивая. Розовый кактус вообще. Как, скурили? Я не знаю. 279 рублей. Прикольная. Кстати, сумочка прикольненькая еще. Мне нравится. Я набрала, кстати, штанов этих всех размеров там. По-братски. Таня делит бургер. Ну что, мои кошечки, мы прям до последнего просто там уже в последний вагон прыгали, чтобы что-то взять. Потому что нас еще девочка ждет, подружка Татьянына. Ну, я ее помню. Они давно уже дружат. И мы вместе даже как-то в караоке тусили еще давно-давно. Вот. Но купила. Я зашла в мармалату. Купила себе цепочку. Еще одну для очков. Купила себе в Тазани с двое штаников домашних. Но Татьяна говорит, что она будет не ходить по улице. Поэтому я тоже подумаю. Может быть и выйду. И еще, еще где-то я что-то купила. А, в Сансей, да? Купила тоже в брючке. Показываешь. То есть мы это, с чаем будем вот это вот делать? С соком. А, мы уже снимаем? Да. Всем привет. Сегодня? Да. Сегодня у нас... Таня купила новые штаны себе. Очень красивые. Прям вот. Прям отсюда я и буду, наверное, тебе снимать. Да, я, пожалуй, пузов тяну. Раз такое дело. А, это у тебя специально так? А, это должно быть, да. А, это должно быть. Так, Таня вот говорит, что лещ там, все дела. Я говорю, не умею чистить, не умею вообще это все есть. Сказала, почистит и накормит лещом. Да. А если будет не вкусно, то ты сказала... То мы с Леной дадим тебе леща. Лещом. Так. Она выбирала, нюхала там, лизнула, куснула. И спереди, и сзади понюхала. Леща такая штука, это голову я очень люблю, поэтому я ее буду сама разбирать. Хорошо. Мы не претендуем. Ну как, вот отсюда уже хорошее, да? Ну ты не знаешь, что это за белая такая фигня, но это походу жир. О, вот это? Может, это какие-то молоки там все дела? Я бы попробовала. Все будем пробовать. Если просремся, то хоть... Все вместе. Короче, мы вот посиделки ночные после покупочек всяких решили посидеть. И вот сейчас поедим, и я домой поеду. А девчонки останутся, может, еще отсидеть куда-нибудь поеду. Да, пятница. Добрый день, девочки. Короче говоря, злой урок какой-то у нас, это ОСАГО. Просто. Мы же меняли вот эту вот ошибку. Там была в Винкоде у мамы ошибка. Блин, когда вот это фигачит, меня плохо слышно. И все, весь ветер в камеру. Короче. Мы меняли три дня в Винкоде ошибку. Ездили, это до этого мы ездили 10 тысяч раз по этим ОСАГО, ничего там ошибку выдавало. Потом мы поехали в главный офис, черт знает куда. Три дня подряд туда ездили. В итоге решили поменять сначала ошибку, потом фамилию вписать меня, да. В итоге поменяла она ошибку, и все уже, типа, в понедельник приходите, все зашибись будет. Я такая думаю, ну раз только вписать меня, я иду к знакомой девочке здесь, ОСАГО, она до двух работает. Мы мчим, я вся такая на фурфулях, думаю, ну все, сейчас машинка будет моя. Я прихожу к ней, у нее там зависит принтер, но это ерунда, принтер сейчас сделают. Я сижу, просто смотрю, что на эти цифры, что-то смотрю. Я не знаю, что я на них начала смотреть, у меня глубокая убежденность была. Короче, девочки, опять у нас ошибка в Винкоде. То есть, та же девушка, которая говорила о том, что это группа нарушения, что нужно менять Винкод, она сделала ошибку. Она вместо буквы написала цифру. Она тоже не увидела. Вместо Т написала Азинь. Это просто злой рок. Может, они специально это зачем-то делать? Я не пойму вообще. Может, специально, да, потому что, ну это вот... Чтобы мы к ней же ее делали. Ну, в Винкоде, ты понимаешь, ладно бы она там фамилия или в ДАТИП сделала ошибку, еще ладно. Но в Винкоде, ну просто следующая буква ошиблась, понимаете? Не одно и так другое. Может, ей-то зачем-то правда надо? Я не пойму, зачем-то. Не, ну ей-то не надо. Она сказала, что так мошенники работают, что это обязательно надо менять. Она даже рассказала мне схему, как работают мошенники. Можно даже воспользоваться. Но суть... Суть-то в том, что она работает в страховке, и как бы ей же не надо, чтобы мы пользовались этим делом. Ну, по факту, получается, что сделали нам ошибку, и получается, что в понедельник нам снова надо ехать туда, то есть воскресенье выпадает просто. В понедельник нужно снова ехать туда. И... И что? И менять опять ошибку. А потом меня вписывать. Ну, я надеюсь, в понедельник будет окончательное решение. Потому что я иначе просто тогда... А какой же? Нет, она поменяет ошибку, а потом во вторник опять приезжать менять. А, точно. Блин. Все. Никаких окончательных. Посмотрите, какие сумочки нашла в Зарине. Очень такие аккуратные, классненькие. С моей схожи. Очень миленькие. А, кстати, стоят... Ой, не посмотрела, сколько стоят. Короче, еще цвет посветлее есть. Сейчас скажу цену. 1599. Кому интересно, такие сумочки. Зашла в Альдо. Еще мне нравится вот такой сандаль. Что-то в нем есть. И, кстати, удобненькие. По-моему, они кожаные. Короче, вот такой еще рассматриваю. Немножко грубее смотрится, конечно, на нога, чем в тех. Но эти помассивнее. Вот. Ну, короче, присматриваю. Еще вот такие. Вот в Зару зашла. Парочку осталось. Мой размер вроде. 38 здесь. Здесь они у меня больше мерят или мало мерят, не пойму. Вроде все трендовые цвета. Черный, бежевый мой любимый. Зеленый. И смотрится вроде неплохо. Сейчас. Сейчас буду думать. Ой, девочки, это невозможно, конечно. Когда ты без своей тачки. Вот я с собой сарафан таскаю по магазинам. Трындец. Короче, зашли сейчас в Традивариус. Мама уже второй раз на парковку спускается с кофем. А я с Денькой бегала. А Денька что-то сегодня вообще. Вот он сегодня очень баловный. Очень балуется. Вообще не слушается. И это. Ну, просто бегает глаз да глаз. Нужно с ним невозможно ходить. Я сейчас с ним походила. А сейчас все уже. Зашли, купили джинсики. Зашли в один магазин. Купила такие штаники, которые хотела, как у Тани. А потом зашла в Традивариус. Хотела эти мамфиты купить. И там как раз распродажи. Купила черные мамфиты. Синих уже не было. Нет, там были. Но они не по распродаже. Они еще даже подорожали. Тогда я их брала 1890 или 1799. А сейчас они 2799. Ну, это жава душит меня. Но я черные взяла. Обувь нашла в Заре. А там, короче, прикиньте. Один размер был мой 37. Только они снаружи 37. А внутри одна нога больше другой. Ну, видимо, поэтому. А так их нигде нет. Они уже там распродались. Короче, мне надо посмотреть везде обувь. Какая где есть. Мы спустили сейчас вниз. Чтобы я Дэнни включила мультики. Я надеюсь, они здесь будут ловить. И они могут здесь не ловить. Я смотрю. И чтобы он посидел мультики, посмотрел. И с мамой. И мама кофе попьет. Пока в телефоне полазит. А я еще пройду несколько магазинов. Чтобы уже точно знать, сюда не возвращаться. Или если возвращаться, то точно знать зачем. Я тоже устала. Короче, сколько всего я поперемерила. Вот, типа того, что-то я хотела. Но, конечно, не из Бершки. Что-нибудь вот из прикольного бренда какого-то. Ищу что-то типа вот такого. Мне очень нравится. Хочу вот так. Но в Бершке. Эти стоят 3600. В Бершке. Достаточно удобные даже, знаете. Не тяжелые. Будем искать. Напишите в комментариях, девочки. Кто бы вот такое смог носить. Но это слишком. Вот в Заре были классные. Но это прям просто, ну, реальный трактор. Мне еще напоминает эта стриптизную обувь, знаете. Где и платформа, и каблук такой большой. В самом максимальном своем проявлении. Эти стоят 2.99 вообще. Наподобие как в Заре, да? 9700 со скидкой стоят. Ну, конечно, не то, что я хотела. Хотела вообще изначально классический, черный или белый. Там еще беленькие есть. Только не такие, а типа шлепки. Сейчас второй померю. Время без 26. Я пришла, походила. Пришла, смотрите, так заглядываю. А у нас здесь мешки, сумки просто. Тряпушницы. Модницы, е-мое. Ну, что вы тут? Класс все? Супер. Ну, что, мои хорошие. Пока что я еще без машины. Вызываю такси. Погуляла с малым. Накормила его. Оставила маме. Уже осталось буквально часик. Она будет его укладывать спать. Я поеду в торговый центр «Горизонт». Я что-то в Заре так понравились мне эти тапки. Надеюсь, что, может, они есть. Хотя я сомневаюсь, что они есть в горизонте. Если их нет в горизонте, то надо будет завтра, блин, завтра на такси. Это вообще кошмар. Кошмар, сколько денег убьется. Ехать в другой торговый центр, где есть Зара и где всегда мало народу. Вообще в другой конец города. У нас три Зары, по-моему, только. Вот. Так как на сайте уже их нет. Это только если остались где-то непосредственно в магазине. Надеюсь, меня слышно. Херачит ветер. Я жду такси. Через три минуты буду. Пойду в поисках обуви. Вот зашла в Фаби. Вот такие классные увидела. Со скидкой сейчас стоит 17. 17 с чем-то. Очень аккуратненькие. Вот я хочу беленькие такие. А из платформы что-то ничего себе не нашла подходящего. Сейчас покажу. На платформе вот такие, только потемнее. Но мне что-то передок не нравится, если честно. Слишком много бляшечек вот этих. Вот. Еще яркие есть здесь. Но яркие я не хотела бы. Майгрей. Хочу белый или черный. Или вот как в Заре, блин, были. Ну и ценник тут такой. 18, почти 19. 18-19. За счет того, что тут она жесткая, она набирала. Зашла в Балдинине. Смотрите, какая моделька классная у них. Мне нравится. 38 размер, на мне меряю. Полу-спорт, полу-все. Ну что, мои хорошие. Долго думала, выбирала. Зашла, короче, в рандеву. В рандевуис. Или как? Рандезвойс. Рандезвойс. Я рандеву всегда называю. Вот. Взяла себе, в принципе, то, что я хотела. Но немного, не знаю, короче, сомневалась. Потому что я такое видела в Заре. Например, вот в Заре мне понравились. Ну, похожие вот эти. Только это не Зара. Это фирма Аш. Фирма Аш мне, в принципе, нравится. Давно еще в Москве я тоже заглядывалась. И покупала себе эти. Короче, покупала себе обувь в Аш. Мне нравились. Я не помню, как они. Сникерсы вот назывались. Вот. А сейчас купила такие, получается, на платформе. Ну, какие-то некие сомнения есть. Не знаю, почему. То ли потому, что потратила больше, чем хотела, да. То ли что. Я очень люблю покупать что-то дешево, выгодно, там, что-то такое, да. Ну, и плюс я такую платформу, как бы, давно не носила. Это, как бы, сейчас тренд. Насколько его хватит, я не знаю. Ну, короче, я взяла. И вот такая немного в сомнениях, короче, такая. Ну, покажу дома. Я просто себе на стопа истоптала ноги уже. Я заходила в Меги в этот магазин. И девочка мне предложила вот эту обувь. Сказала, что ей они очень нравятся. Но у нее были 38-й размер пока. А сейчас я в горизонте, уже все обошла. Еще у девочки на ногах увидела один этот, тапки такие, которые мне нравятся. Я говорю, девушка, где вы взяли? Она так охотно рассказала мне. Она говорит, я последние брала в хаус. Я пошла в этот магазин, короче, прибегаю к ним, говорю, вот такие вот такие у вас были. Она говорит, уже нет. Хотя, говорит, нет, там один размер вернули, по онлайн-магазину брали. Она пошла, посмотрела, и их нет. На сайт зашла, их тоже там нет. И в Заре на сайте, те, которые я мерила, тоже нет. И я понимаю, что, по-моему, какая-то жопа. Но я не теряю надежды. Я, может быть, еще... Мне Заровские понравились, на самом деле. По цветам. Вот, если я еще съезжу в одну Зару, если там найду, то, возможно, я сделаю обмен. Но пока я взяла, потому что здесь девочки тоже говорят, у нас последний размер, а сидят они клевые, и так они всем нравятся, короче. А у меня чуйка вообще просто отключилась. Интуиция просто отключилась. Говорит, я устала, больше не хочу ходить по магазинам. И я думаю, блин, возьму. Еще у них клево, что у них сервис там вообще. Короче, в течение трех лет, что там с ними случится, подклеить, сделать что-то у них все это бесплатно. Это клево. Ну и в течение месяца там обмен, возврат. Так что я взяла. Зайки мои, ну что, покажу я вам, как они так смотрятся. Не на ножки. Как они на ножки смотрятся, я покажу вам уже в покупках. А здесь покажу просто. Вот. О чем я вам говорила, цена со скидкой составила 9,920. Так они стоили 14,590. Вот. А в Заре стоили 4,999 или 3,999. Короче, 4 тысячи, по-моему, стоили. Точно не помню. Вот как бы потратила больше, чем собиралась, как бы, да. Но вроде не жалею. Так. И вот так вот. Вот так вот. Кстати, их можно на официальном сайте купить. Они еще есть. Размеры были, во всяком случае, когда я смотрела. Еще на 500 рублей дешевле можно взять. Короче, вот такие. Маме, кстати, они очень понравились. Она говорит, реально круто сидят. Я их померила под платье одно. Под которое вообще очень сложно обувь выбрать. Они идеально подходят. А если они подходят под это платье, значит, они подойдут под все. Белая подошва смотрится намного интереснее, чем черная. Плюс вот здесь верх, он, видите, он такой универсальный тоже. То есть он темный, как я хотела, да. Он универсальный. Ну, маме очень понравилось. Если маме понравилось, то это вообще класс. Ну, короче, вот. 37 размер у меня. Мне идеально подошел. Плотненько сидят. Очень круто. И они здесь еще не только на липучке, но и на магните. Вот какие-то вот магнитные вот эти штучки. Вот. В общем, в покупках. Ждите, будут покупки. Я за последнее время все, что я купила, я вам покажу. И расскажу про эту фирму немного. Кто не знает. Вот. Ну, короче, я, походу, очень довольна. Уже очень хочу их поносить. Доброе утро, мои хорошие. Сегодня я не выспалась. Мама не выспалась. Попила, блин, кофе вчера весь вечер. И все. И, короче, все наперекосяк. И утро какое-то скомканное вообще. Я встала, не выспавшаяся, и кофе сейчас пью, еще не выспалась. И, короче, меня тут высыпает, блин, с каждым днем. И к нам приехал установщик и сборщик зеркало в ванну пораньше. Конечно, мы его приняли, потому что мы хотим скорее, скорее зеркало в ванну. Сейчас покажу, как было, потом покажу, как встанет. У нас пока собираются. Эти мои детки, тут один валяется. Вот так вот. Ну, а мама занята, как всегда. Так, то, что вот у нас сейчас, потихонечку полочки собираются. Вот, это у нас для подсветки. Кстати, она выходит у нас где-то здесь в середине. Я не знаю, будем ее туда как-то прикладывать. Либо она где-то выйдет у нас тут. Ну, в общем, сейчас вот так вот. Жду-не дождусь. Высокие, видите, какие вообще. По-самому я не хочу, у меня тут зеркала будут. Ну что, мои хорошие, вот так это у нас выглядит. Сзади бардак, но вообще я планирую его тоже убрать. Так, здесь нам вывели. Вообще в комплект не входила вот эта штучка. Я ее отрезала там из фикс прайса. Светодиодная лента была. Включать-выключать свет, потому что мне хочется отдельно это делать. Вот, и нужен двусторонний скотч, надо будет купить, чтобы мы здесь не сверлили ничего лишнего. Просто ее вот так прикрепим, она будет внизу. Вот, пока она вот здесь вот так повисит. Даже не купить, у меня где-то лежит скотч. Вот такие большие, высокие, просто почти метровые шкафы. Вот. Вот подсветочку включу, чтобы вы видели, да. Свет сильно не бьет. То есть это не такой яркий свет, что прям пипец там. То есть красится, ну, как бы, не знаю, мне кажется, она больше как подсветочка работает. Такой он немного тускленький, неяркий. Вот если выключить, все, смотрите. Да, вот мне здесь нравится вот так вот. Очень красиво. Вот. Такой момент. Смотрим дальше. Вот. Ну, так как они высокие, мы их сделали прям вот впритык по розеточку. Да, розеточку раз. Даже розеточка как-то скрылась, и не видно ее вот с глаз. Сейчас ровненько вот это скроется, и все. И вот прям ничего не видно. Все у нас здесь с доводчиками. Смотрите, сколько здесь у меня будет полок. Вот, с доводчиками закрывается. И, соответственно, вот здесь. Море морское этих полочек просто. И внутри тоже, видите, подсветочка идет. Так что буду в ближайшее время все выставлять. Ну, мне как бы понравился вот этот вот вариант. Медленно, видите, закрывается, потому что со стеклами аккуратненько. Понравился этот вариант. В принципе. Потому что он идеально по размеру. Прям, видите, встал. Вот. Ну, и как бы если я крашусь, то я где-то здесь крашусь, в этой половинке. Да, если я умываюсь, то я вот в эту половинку смотрю. Также вдвоем можно встать. Можно здесь кто-то красится у него отдельное зеркало. Здесь. Хорошо было бы, может быть, если бы цельное было. Но если бы вот такое одно цельное было, то оно бы открывалось, представляете, вот так вот. Не совсем. Немножко страшновато. Поэтому я выбрала вот этот вариант. И разные размеры там есть. Ну, короче, вот. Мне нравится. Я довольна. Можно даже на себя тут это посмотреть. По самой колени. Вот. В общем, буду сегодня все расставлять. Покажу потом. А, и потом покажу, еще сниму косметику, которой я пользуюсь отдельно. Вот, когда все уже расставлю, чтобы вам уже нормально все это дело показывать. И здесь я тоже планирую вот это вот все убрать. Да, здесь останется одна корзина. Может, даже не такая, а куплю с крышкой хорошую аккуратненькую корзинку. И здесь небольшой такой аккуратненький будет стеллаж. Закрытый, естественно. И вот этого всего не будет. И, конечно, будет больше места и так далее. В общем, пока. Так, вот это тоже все уберется. Мы сейчас ищем. Да, здесь немного бардак. Мы сейчас ищем стеклянные полочки. Но по размеру в Леруа не нашли стеклянные полочки. Поэтому, ну, не стекло. Может, пластик. Может, оргстекло, которое там не бьется, я так понимаю. Если не найдем, то будем делать на заказ. Мы к этому уже склоняемся. Вот. В общем, я довольна. Я доволен. Главное, что куча высыпала меня, блин, конкретно. Главное, что куча полочек. Вот это счастье. Ну что, мои хорошие. Я тут немножечко прибралась, короче. Вот это. Ну, пока тут еще остатки кое-какие остались. Вообще, хотелось бы скорее это убрать. Все. Ну, тут расставила немного. Еще места много даже осталось. Вот так вот. Ну, тут еще надо будет перебрать, конечно. Просто сейчас этим нет времени заниматься. Вот здесь вот мамина. Все. Вот. И тут тоже чуть-чуть. Тут даже встал вот этот вот коробочек с моими помадами. Это вообще большое счастье. В общем, так. И вот здесь вот так. Хочу, чтобы здесь ничего не стояло вообще-то, кроме мыла. Вот. И вот почистить зубки сразу открыли. Вот так вот достали. Вставили на место. Крема тут мои всякие. Полочки немного сдвинула. Здесь сделала повыше. Здесь маленькие. В общем, так. Так. Что еще показать вам? Так. Показать, показать. А, мы же на балконе здесь делали ролл. Сейчас заодно попросили этого молодого человека, чтобы он нам сделал вот такие шторки. Вообще все прекрасно. Желтый свет бьет, да, дневной солнце. А у нас серые шторки. И получается очень отличный реальный дневной свет. Все. От соседей мы теперь закрыты. Напрочь. Никто нас не видит. Свет включаем. Ну, сейчас его не видно, конечно. Выключаем. Все замечательно. Замечтательно. Вот. Так что все. Сейчас хотим вот это вот все, что у нас там накидано. Мы в этот угол, конечно, закинем, да. Пока этим углом пользоваться не будем. А здесь мама хочет сделать полянку, Дэнки. Уберем сейчас вот это вот все. Мама этим занимается. Она уже профи у меня в этом. Все вот это уберем. Постелим линолеум. Сколько там останется. Сейчас мама там нарезает. Докладывает в комнату линолеум. Пойдемте посмотрим. Чем мама занимается. Мама, чё ли? Ну как? Нормально? Вспомнила, как оно было-то? Да. Ну, в общем. Докладывает туда у нас. Вот там вот надо ложить. Вот. Докладываем туда. А то все, что останется, положим на балкон. Пока временно. Ой, мои хорошие. Брейк-ти у меня. Пью мачо. До этого выпила кофе. Сейчас пью мачо. Чё-то я какая-то варененькая. От того, что еще мы все повытаскивали. Все вот это пока поскладываешь. Пока человек работал. Блин. А я бы с утра такая, знаете, встала, привела бы себя в порядок. Уже бы начала снимать видео. У меня много чего там есть снять. Вот. Но сейчас пока мы линолеум доделываем. Пока надо будет потом на балкон все вернуть. Более-менее прибрать тут. И потом тогда уже снимать. Вот. Кстати, почта в воскресенье работает. Я не знаю, теперь все время работает. Но наша почта работает до 6 часов. Ну, как в субботу. Короткий день. Вот. Пока пью решила сейчас, может быть, на какие-то комментарии общие ответить. Много под видео мне пишут, где я продала машину. Ну, там, вот так называется. Подала машину. Зачем? Немногие. Но я, короче, не читала особо комментарии. У меня уже все мои родные прочитали комментарии эти. Рассказали мне, что там за... Что за общая тенденция в комментариях. Негодование, негатива. Я не знаю, там, хейта. Вот. Для меня было, конечно, удивительно и странно. Да. Что продала машину. Вот, типа, там... С людьми расстаешься... С людьми расстаешься, не грустишь. А вот машину продала грустишь. Ну, во-первых, я не грущу так, чтобы прям, вот, знаете, уже грущу. Один вечер. Один вечер. Но да, привязалась я так к машине. Я ее люблю. Эту машину. Любила. Да. К вещам я привязана больше, чем к людям. Не знаю, как это работает. Как это я сделала в своей жизни. Что-то недоработала, да? От людей. С людьми легко могу расставаться. С вещами. Что-то там начинает екать, да? Но, опять же, все это ненадолго. И это не настолько, знаете, что прям... Прям-прям вообще. Просто я же снимаю для вас видео. Я делюсь какими-то своими моментами, да? Может, это воспринялось как-то прям очень серьезно, что я там горю? Да, конечно, я не горю. Я знаю, что у меня будет машина круче этой. Поэтому я не переживаю. И легко я ее продала. Потому что пока ты не избавишься от старой... Я же там сказала в видео. Я вообще не понимаю, откуда такие комментарии. Я сказала в видео. Пока я не продам старую, у меня не будет новой. Вот и все. Я освободила место для новой машины. Так что все нормально. Все хорошо. Вот. И по поводу... Зачем тебе кухня, если ты не готовишь? Девочки, ну кухня это не для того только, чтобы здесь пахать и ваять. Во-первых, это хранение. Во-вторых, это красиво. В-третьих, там, ну, та же посудомойка. И в смысле я не готовлю. Я готовлю. Просто я там не наготавливаю, не стою у плиты постоянно. Ну, что-то приготовить там, я не знаю. Тот же борщик или супчик я тоже могу. Оладушки какие-то там, еще что-то. Я хочу, чтобы было все красиво, все замечательно. Так же съемки какие-то с готовкой. Мы же не делаем, да, с мамой, потому что рубрику новую не открываем. Например, рецепты от подписчиков. Потому что ничего нет красивого. А вообще, а просто выйти в кухню, красивую кухню, где у тебя все красиво. Ну, а стоит того, как бы... Ну, в общем, у всех разные понятия, да, свои понятия по поводу кухни, готовки. Вообще, что, зачем надо. А дома меня не бывает, что мне квартира не нужна тогда, если я где-то постоянно. Что, ночевать в гостишках можно, да, или на коробках где-нибудь. Да. Ну, как-то странно. Вот. Короче, все хорошо, все замечательно, все идет своим чередом. Планы... Дыня. В общем, все течет, все меняется, и все только в лучшую сторону. Вот. Так что... Не стоит переживать. Кто-то говорит, там, что-то последнее дело, машину, квартиру продавать, там, и так далее. Я к этому отношусь проще. То есть... Купил машину и умри с ней вместе, да? Да, вообще, как бы для меня машина, это такое, как бы ее нужно менять, периодически менять, покупать свежее что-то, да и вообще она надойдает. Машина, это же не квартира. Подождите, а что значит еще продавать машину, квартиру в последнее время, в последнее дело? Если ты хочешь продать квартиру, разменяться. Если ты хочешь продать квартиру, я, чтобы это купить квартиру, я продала предыдущую. По-моему, это нормально. Что-то человек, по-моему, который писал, это немного чуть не отдуплил. Что он пишет вообще и зачем? Слушай, ну технику старую продают, но он покупает, это нормально. Техника, машины, так же и квартиры, точно так же. Все это такое дело от обстоятельств зависит. И каждый человек сам решает, для чего и что он делает, к чему он идет и как бы как что дальше. Поэтому, мне кажется, здесь вообще нет смысла это дело обсуждать. Это дело каждого. Короче, что-то Денька тут на этого... У меня аж нос чешется теперь от пыли. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Мама, добирайся. Вот как вы просто с балкона вывести? Добирайся ко мне, мама. Мы убираем балкончик тут. Это одни картонки просто мы на проходе накидали. Вот они все и заградили все нам. Тут на балкончике перебираемся. О, Господи, я сейчас упаду. мелко вот лишнее все берем надо уголочек подмести линолеум мама тут чуть-чуть постелил так мама чоли смотрите сидит ковыряется все последние осталька колени вы решила все вообще в идеале короче вот у нас полы теперь просто идеальная здесь можно загорать девочки это не навсегда это временный линолеум на мама все доводит до совершенства просто пока тут линолеум ляжет уже окончательный порядок надо будет делать счета да тут еще да мы вот это вообще забирал закрывал же тут ляжет уже окончательно волю припас цельный на цель а сейчас кусочки чтобы хоть была нормальна дэня в мячик тут играет а когда мама не разрешает а еще девочки вы доказать и так много вот коробку от своего монитора тоже выкидываю она у меня как бы была вот от моего беленького да она здесь была потому что но переносить там то все короче выкидываем дальше в солете чемодан чемодан выгорел у меня кусок вообще не знаю как это случилось вот так вот половина розовая половина это но с таким чемоданом я каш никуда не поеду вот и а стоил он сколько он стоил блин он то ли нет не 5 косарей но две с половиной где-то мне кажется вот так кому-то кому не принципиально может за 500 рублей там что-то на авито выставлю посмотрим он здоровый вместительный как бы не знаю выставлю посмотрим не будут откликаться за 300 скажут за 300 да короче куча картона который вообще не знаю зачем хранился куча всего очень много всего чего укидываем ну что мои хорошие показала вам итог уже или нет в итоге в общем все здесь все замечательно обалденно если у а вот эти ролл шторы реально они придают здесь холодный такой оттеночек от солнца защищают просто так бы тут солнце фигачил сейчас она уже садится но вот в саму жару ощущение что на улице было пасмурного правда как мама сказала вот здесь у него все его уголочек все убрали пока ничего не то здесь дорожка вот как бы туда вот там еще надо коробки мне разобрать там косметика все такое но это когда вот уже всем нам сделают и кухню и все на свете здесь вот поставила такую штучку даньки рисовать он уже сегодня рисовал стирал рисовал стирал рисовал все в общем-то замечательно по пылесосила тут помыла полы под кроватью кстати пыли блин на собиралась тоже там все по вымывала пыль и блин шкафчики заберет брат придет заберет скорее всего один только потому что им хватит только вот как раз есть место на один вот они один наверное вот этот вот заберут сейчас придут приедут и посмотрят вот потом полочка там одна уже знаю кому отдать хорошо все я люблю нет правда нравится что-нибудь отдавать чтобы кому-то пригодилось тем более блин не маленькие деньги за все это дело платила вот поэтому всегда рада когда что-то кому-то пригождается в общем потихоньку все минимализируется нужно будет сюда еще докупить вы поняли что да эти прикроватные тумбочки важно хотя бы с одной стороны там вообще деньги особо наверное не нужно пока что но а вдруг потом не будет такой тумбочки поэтому надо брать сразу две любимому моему точно тумбочка будет нужно вот так ну и чем так все замечательно не могу никак нарадоваться на свой новый пылесос просто он он огненный вот он стоит вот он стоит просто чуть что я сразу хватаю пылесос без проводов без ничего да милочка сегодня такая зайчика милочка почистим нам еще не целый день с бабушкой да вашу пашу просто как на заводе мило представляете у нас чуть не сбежала только что хорошо она рядом с квартирой тусовал вернулась у нас гость нас гостях племянница загоревшие мои образы натали показываем им красоту нашу он все мои хорошие один шкаф отдали его в скором порядке разобрала по что спонтанно приехали ребята сразу забрали один шкаф горит идеально встанет нам классно вот а этот шкаф еще есть кому предложить вот посмотрим короче нас куча навалина всего разбирал этот шкаф ну все будем ложиться спать ой сегодня столько дел сделали что столько общая мы с мамой просто выжаты как лимончеллы крошечки ну что всех проводили все попеределали сейчас я вам монтирую видео и завтра утром она уже выйдет вот так что события прям один в один прям день день в день прям выходит вот завтра понедельник кстати да у нас большие планы вот так что я думаю на сегодня и закончу такое пусть будет небольшое коротенькое видео но за следующий влог уже будет куча новых разных событий люблю вас целую пока пока до следующего видео и 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